Здравствуйте, друзья! Зовут меня Дмитрий. Приветствую вас на канале Сельской Жизни. Сегодня тема о том, как я обманываю людей. Последние несколько видео вызвало фурор в некоторых людей о том, что я показываю старых селезней, а говорю о том, что это майский селезнь. Когда я заказал только себе учат, когда мне говорили, что селезни будут до 9-10 килограмм, я написал об этом на форуме, спросил, кто что об этом думает, и был очень большой негатив о том, что селезни максимум 5-6 килограмм, все остальное то бред и фантастика для того, чтобы его впарить. И самый большой негативный комментарий писали те, кто продают уток инкубационное яйцо, у которых естественно эти селезни весят максимум 5-6 килограмм. И то 6 это редкость. Уточки 1,5-2 килограмма. Это был очень тогда большой информационный наплыв. Я думал, что может быть я действительно обманулся, но пришли утята, выросли, и они есть в принципе, как я говорил, у меня они вырастают 7-8 килограмм в зависимости от кормежек. В 3 месяца на откорме они весят уже около 6 килограмм селезни. Вот как я кормлю, я об этом все рассказывал. Есть предыдущее видео, подсказочка на него сейчас появится в прямом углу вашего экрана. Так вот, раньше были бролеры, да, куры, и они тоже имели свою разную эволюцию. Сначала меньше, но они были крупные по сравнению с обычным кормом, потом больше, больше и больше. И если бы скажем, лет 15-20 назад о этой ссоре сказать людям, что будет бролер, который в 50 дней будет весить 4 килограмма, то, наверное, его бы смешали бы непонятно с чем. Вот, друзья, на просторах интернета нашел информацию о том, как шла эволюция бролера в 1957 году, 1978 и 2005 году. То есть рождены были в 57 году цыпленок 34 грамма, в 78-м 42 грамма, и в 2005-м 44 грамма. То есть вес вначале цыпленка был незначительно отличался. Но в 28 дней уже 57 дней в 57-м году цыпленок весил 316 грамм. Это был крупный цыпленок по сравнению с другими породами цыплят. В 78-м 632, то есть в два раза больше, и в 2005-м году кило 396 грамм. То есть на кило больше, чем в 57-м году. 56 дней это сейчас считается забойный вес бролера. В 57-м году бролер весил всего лишь 905 грамм. В 78-м году кило 800, и в 2005-м году 4 килограмма 202 грамма. То есть это уже бролер, который похожий на современный. Сейчас еще покажу еще одну информацию. Вот, друзья, нашел еще одну информацию о эволюции бролеров. Как мы видим, то есть в 57-м году 56 дней чуть-чуть информация отличается, но все же, да, это информация, как мы видим, с аргументов и фактов. 57 дней бролер весил 2 килограмма 373 грамма, в 77-м году 3 килограмма 602 грамма, и на сегодняшний день 7 килограмм 110 грамм. Не знаю, друзья, честно говоря, кто из вас выращивал бролер в 56 дней, чтобы весил 7 килограмм 110 грамм. Я, как уже говорил, бролера не держу, я держу промышленных корнишев, поэтому утверждать или я проиграть не знаю, но знаю, что люди выкладывают тушки бролеров, которые весят под 5 килограмм, то есть 4,5 и более, которые они убирают в 60 дней. Не буду сейчас называть, каких бролеров они держат и так дальше. То есть, напишите, пожалуйста, друзья, в комментариях, если вы держите бролеров, какой ваш вес вашего бролера был в забойном возрасте. И прошу обратить внимание, что на цыплят, если смотреть, в 57-м году, в 77-м году, у них нет ни одних признаков уже там гребней и так дальше. У современного бролера уже в 2 месяца, практически в 2 месяца, у меня уже видно гребень и есть все признаки взрослых курей. Это к тому, что в уток точно так же проходит эволюция. И уток, которые быстрее достигают, которые быстрее набирают вес, в них больше маска. Это мой такой вывод. В 15-м году я приобрел утят и с 15-го года были залезены также и другие линии в Украину, и белые, и голубые. И мне казалось, что уже все в курсе о том, что есть утки, которые весят там плюс-минус 8-9, около-то 10 кг. Но последнее видео оказалось о том, что еще многие люди живут в десятилетиях назад и мало того, чтобы как большинство людей для того, чтобы узнать, разобраться, поинтересоваться, они просто изливают негатив что такого не может быть. Очень большой негатив появился на Фейсбуке, там, где я выклал видео одно из последних о том, чем отличается обычная мускусная утка от необычной, и на заставочке там был вот этот вот так. Вот. Сказали, что это старый селезень, потому что такого быть не может. Давайте смотрим. Во-первых, вы видите, что у него опущенное крыло. Я его показывал еще с самого, ну, скажем, не детства, но двух месяцев, когда закладывали инкубатор. Также есть видео. Да, я говорил, что это майские, но я посмотрел видео и посмотрел свои записи. Оказывается, что я ошибся. Выявились они 22 апреля. То есть ошибся на 8 дней. Вот. Это, кстати, вот этот селезень, он есть, был почему-то самый меньшим и с опущенным крылом. То есть это брак, который я оставил себе для того, чтобы его просто убрать на мясо. Теперь смотрим, смотрите, два рядом утка. Вот есть селезень, который есть выведенный 22 апреля, о котором я говорил, что он в предыдущих видео, что он майский, я ошибся. Теперь смотрим на взрослого селезня. Вот этот селезень, он отличается, да? То есть вот этот селезень взрослый, он по объему, да, то есть видите, в два раза больше вот этого. Наросты тоже чуть больше. Как проверить, что этот селезень именно есть 22 апреля? выведен. Очень просто. переходите на канал сельская жизнь. Под этим видео, что вы смотрите, нажимаем на слово сельская жизнь, вы проходите на центральный канал. Выбираете видео и спускаетесь до видео, подготавливаю и закладываю в инкубатор яйцо. Раньше у меня нету никаких выводов. То есть раньше выводов в этом году у меня не было. в этом году утки начали нести чуть позже, потому что была чуть-чуть плохая погода. Те, кто у меня заказывал яйцо, знают, что я начал селать позже. Значит, яйцо, несмотря на то, что некоторые видео у меня выходят на месяц, два или три позже, это видео было выложено непосредственно в момент закладки. Почему? Потому что я планировал снимать каждый день, потом я понял, что это будет долго, нудно и людям неинтересно, моим подписчикам, друзьям, то есть вам. И я решил, что я в следующем году, либо перед следующей инкубацией сниму видео, где расскажу в одном видео все тонкости инкубирования яйца мускусных путок именно пенопластовых инкубаторов. Вот значит смотрим когда друзья переходим на это видео и смотрим под видео написано когда оно было выложено. Я сказал несмотря на то, что многие видео уходят позже, это видео было заложено выложено именно в день закладки. Теперь к 18 марту добавляем 35 дней. Надклев был 20 апреля. основная масса вывелась 22 апреля. Первые надклюнутые появились 20 апреля, а основная масса вывелась 22 апреля. То есть селезень, которые есть с опущенным крылом, черные селезни были заложены именно 18 марта и вывелись 22 апреля. Старого черного селезня у меня нету, потому что, как я уже говорю в этом видео, я получил инкубационное яйцо, потому что я занимаюсь в основном коричневыми шоколадными утками, поэтому черный это у меня эксперимент, я продолжаю с ним дальше экспериментировать. Я получил инкубационное яйцо и селезень был обменен на то, что нужно было мне, поэтому вот эти селезни, которые видите, можно проследить черные, они росли вместе с этим селезнем, который на заставке, где меня обвинили, что я обманываю, его можно проследить по моих видео. Значит, кстати, не знаю, или здесь, да, вот здесь утки эти есть, где рассказываю анекдот об альтернативе эти утята, так, результат инкубации здесь черные утки и утеныш с опущенным крылом, но здесь, если вы посмотрите внимательно, возможно, вы его найдете, я пролистал, я его не увидел, но, точнее, там уже и крыла как бы не было, еще крылья, да, ну, здесь вот есть видео мускусные утки тяжелой линии обзор на сегодняшний день, здесь этот утеныш уже прекрасно виден, он есть на 41 секунде и есть на 7 минуте и 48 секунде, да, то есть, если хотите, убедитесь, да, пересмотрите это видео, вы увидите, точно так же можете просмотреть про альтернативу, можете там увидеть, дальше, этот селезень, который стоит на заставке, есть так же в видео секреты кормления мускусных уток тяжелой линии, там он четко виден и видно, что он есть меньше и есть чуть меньше у него маска, да, на сегодняшний день, да, прошло с тех пор уже месяц, как это видео было снято, да, то есть, он уже есть больше и он выглядит вот так, это снято с другой стороны, да, то есть, с этой стороны он, вы видите, вот здесь чуть-чуть опущенный колонок в этом видео также я сравниваю мускусных селезней приблизительно одного возраста, но многие также его не досмотрели до конца и поэтому этого не заметили, не увидели, но успели написать свои мысли о том, что я обманываю. В средине этого видео я использую фрагмент видео, которое было снято в прошлом году, где я сравнивал селезни с шести месяцев и полтора годовалых и полтора годовалых селезней и уток соседских. Сейчас вот здесь вот чем отличается немецкий мускус называется видео чем отличаются немецкие мускус утки от обычных. Здесь в начале видео, если откроете, посмотрите, видно два старых взрослых селезня и видно какие как они выглядят, а сравнивается совсем другой молодой селезень. Поэтому смотрите, если вы сомневаетесь, открываете плейлист мускусной утки, смотрите все подряд и вы обязательно найдете подтверждение моим словам. Нарост в селезне этого тоже больше, но незначительно. То есть вот этот апрельский 22 апреля селезень, то есть он имеет такой нарост. видно, что этот больше. Но при этом, когда я сравнивал селезней селезней, то мне сказали, что я сравнивал старого. Так вот, смотрим, 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 смотрим. Вот есть старый. Если смотрите, вот в селезне вот такой нарост. Это один взрослый вот так. Сейчас покажу другого взрослого селезня. Вот другой селезень. Вот смотрите, какой взрослого маска. Причем это две разные линии, у них как вы видите. В этого больше маска и больше наросты. Естественно, если в селезне больше маска и больше наросты, то и его утят будет больше маска. Вот показываю вам утенка. Поэтому утенок три месяца и пару дней, при том, что он жил на свободном выгуле и кормился порционно. Об этом я говорил в предыдущих видео и показывал. Смотрите, какая у него уже появляется масочка. Вот смотрите, вот это селезни. Видите, да? Вот такие маски появляются у них. Если они были бы закрыты в вольере, хотя бы на смешанном порционном, как бы первая партия меня выращивалась, то уже в это время у них бы маска была намного больше. То есть вот я показывал в видео снимал, здесь секреты кормления, там сели с ним 4 месяца, но у них получается где-то на 2-3 недели они старше полвозраста от этих. И вы видите, что хотя через за 2 недели не факт, что в этих не будет тоже такая же маска. Вот уточки это взрослая утка маска и то взрослая утка маска. А теперь сейчас попробую найти вам молодую вот молодая уточка вот молодая уточка наверное молодая утка и ее маска как вы видите маска также достаточно вот эта уточка это сестричка у тех того селезня также брат брать этого селезня есть вот эта черная уточка и вот эти черные селезни старого черного селезня у меня нет я получил собрал инкубационное яйцо и того селезня продал обменял то есть был у меня бартер вот вот смотрим то есть это селезень который вывелся 22 апреля смотрим на него на его маску да то есть многих видите да и и вот взрослый да то есть заметно точно так же вот здесь смотрите черная удочка это молодая хотя черная удочка чуть меньше коричневых но даже сейчас мы этим посмотреть какая в нее маска да и вот взрослая маска так разговаривают утки между собой так вот друзья отчего зависит маска ну во первых зависит от линии жаль ну возможно еще засниму тех соседских уток если они придут показать какие у них маски то есть в них меньше маски это однозначно видел в интернете уток которые живут где-то на севере у них там вообще практически маски может это связано так же и с холодом либо просто с линией то есть первое что связано величина маски это с линией то есть даже я вам показываю вот селезни разных линий даже в них то есть взрослых селезней разные маски от линии и второе от кормления как я вам показывал те которые были в смешанном выгольно вольерном содержании и где было больше зерновых они имеют больше маску и раньше она в них появилась точнее не больше имеют а раньше она в них появилась вот эти вот селезни что перед вами этот селезни которые были вот здесь они в принципе жили постоянно на улице кормили их мы то есть практически они где-то с месяца на улице жили на свободном выгули кормили я там рассказывал в видео если будет все нормально я постараюсь вставить кусочки либо ссылочки сделаю на это видео вот утенок запутался все-таки надо будет поймать и развязать и они кормились то есть утром до того как куры еще выпущены вечером после того как куры сели то есть они ели волю и днем мы их подкармливали чем меньше было чем чаще чем подходили просто ставили им корыто они подбегали хопали и пока кто-то с курочек не подойдет они расходились да то есть где-то тоже это было в каком-то с видео если есть ставлю ставлю сюда смонтирую вот такая информация поэтому друзья те кто говорят что не может быть селезень вот апрель да то есть получается 22 апреля я исправляюсь потому что я говорил что майский 22 апреля вот черный вот вот эти два это все 22 апреля вот так они выглядят те кто искренне думать что так не может быть я вам рекомендую просто поинтересоваться посмотреть эти есть в других блогеров людей так же скажем молодые селезни с такими масками если вы просто ну то есть вам интересно посмотрите поинтересуйтесь если у ваших уток такого нет а если они медленнее развиваются если они не могут набрать как мне писали под видео что я сказал что там 4 месяца и он весит 5 с чем-то килограмм если ваши утки не могут набрать 4 месяца 5 с чем-то причем это было свободно выгульное содержание да при откорме весят я говорил около 6 килограмм если вас да уточняю при откорме 6 килограмм да когда они плавают на речке и питаются божьим духом и рязкой а при откорме зерновыми весит 6 килограмм вот даже я же вам показываю свой пример утки на разном кормлении да они отличаются как я уже говорил на племя я не закармливаю то есть я не считаю необходимым закармливать потому что на племя должна быть здоровая птица да если птица зажиревшая да то есть скажем либо быстро набрала вес то наверное да можно ее похудать она будет давать яйцо но насколько она будет в дальнейшем здоровой я не знаю вот поэтому я рекомендую тем в кого нету то есть утки не набирают но вы хотели бы да то есть видите я не говорю что вы обязаны я говорю что если бы вы хотели чтобы ваши утки были больше да почему потому что лично мне например вот такого большого утка да то есть сейчас покажу да то есть в духовку засунуть ну нереально он просто не влазит вот этот селезень да то есть если вы его такой размер селезня зарубаете да то есть скажем распотрошите он в духовку не влазит да то есть его нужно скажем запекать либо уже частями либо там брать мясо делать с него там фарш и так дальше да потом котлеты пельмени ну или то что вы хотите для запекания мне больше нравится скажем уточки то есть когда вы взяли скажем уточку да то есть вы ее она очень хорошо запекается вмещается в духовочку без никаких проблем даже молодой селезень который будет легче он есть длинный и тоже очень плохо помещается в духовку поэтому мы если запекаем селезень то запекаем его разрезанный уже на куски вот а если запекаем целиком то скорее всего запекаем уточку так вот если вам хочется чтобы ваша птица была больше просто меняйте тогда линии меняйте птицу либо хотя бы приливайте скажем кровь селезней к своим уткам вот смотрите так же уточка это уточка которая вот я показывал селезни только что молодых которые убиваются в масочку и вот уточка это 3 месяца и пару дней кормилась вот это на свободном выгуле вот уточки потихоньку разъезжаются поэтому кому интересно вы их видите можете обращаться с черной уточкой я не знаю оставлю я ее себе или не оставлю если у кого-то есть большое желание то в принципе могу продать пару черную уточку черного селезня об линиях насколько большие и малые я тоже наверное засниму видео потому что я уже рассказывал об этих утках так что вот эта черная смотрите она есть видно даже вот по маске что она есть старше той но не настолько она то есть она чуть меньше вот поэтому друзья если вы хотите больше птицу но менять икру если вас все устраивает ваша птица то что она там не может быть у нее маска скажем в 5 месяцев в 4 месяца если что в 4 месяца селезень никогда не может весить 5 килограмм то что скажем при откорме в 3 месяца селезень не может набрать 6 килограмм а взрослые селезни не могут ни за какие деньги весить 7-8 килограмм килограмм писали там в фейсбуке даже с селекцией альта центавра не может быть таких селезней и вот такого посмотрите на их перо и так дальше и так дальше и так дальше то есть если вас все устраивает пожалуйста оставляйте то есть я же никого не заставляю я для себя решил такую вещь если мне кормить селезней или там уток скажем год и иметь в селезне 4 килограмма живого веса а в утке 2-2,5 то я лучше заплачу раз дороже и я буду скажем если я хочу на мясо в 3 месяца иметь селезни 6 килограмм уточку 3,5 взрослая будет весить селезень 7-8 килограмм в зависимости опять же от того как вы будете кормить в зависимости от того потому что если вы будете кормить их кабачками то естественно даже взрослый похудает одними кабачками если это будут зерновые они будут тяжелее если зерно будет стоять постоянно он будет еще тяжелее то есть это все лично от того как вы хотите о кормлении я рассказывал в предыдущем видео ссылочка подсказочка на него сейчас появится в правом углу вашего экрана но если вас устраивает ваши утки то не надо выливать всю свою внутренность всю свою злобу ненависть зависть в комментариях о том что такого не бывает и быть не может если вам не нравится ну тогда меняйте свою птицу вот все моя рекомендация я не говорю что все должна быть большая крупная и так дальше почему я приобрел этих уток зачем я их приобретал если вам интересно пишите в комментариях я вам расскажу потому что об этом я никогда не рассказывал почему я приобрел уток тяжелой линии зачем я их приобретал для чего что я с ним хотел делать вот такая история вот такая история я надеюсь вы увидели разницу между молодым селезнем и взрослым моих линий я думаю что вы увидели что эти селезни даже в полгода я снимал видео показывал сравнивал где взрослые где хуже качества где показывал что селезню полгода ему реально полгода и полтора года селезнь что они есть больше думаю что это вам заметно вот смотрите еще раз черный это молодой и коричневый взрослый селезень видно что этот больше за того притом тот молодой селезень больше за обычных уток как вы видели в предыдущих видео вот так разговаривают селезни между собой вот так общаются вот такие уточки вот такие уточки поэтому друзья еще есть на продажу вот это молодежь я буду продавать частично частично я потом поубираю на мясо если у вас еще есть желание звоните пишите пока еще у нас не с карантинами не отменяли автобусы можно передать кто хочет яйцо заказывайте записывайтесь весной яйцо можно отослать новой почтой в любую часть Украины вот такая история напишите в комментариях что вы думаете о тех людях которые которые изливаются желчью то есть по ютубе их меньше только несколько человек перешли написали а в фейсбуке там была полностью залита о том что это обман сумасшедший обман вот такие утята вот здесь утята они вместе здесь плюс минус как я всем отвечаю три месяца вот эти чуть старше три месяца видите они пошли уже в линьку вот эти которые темнее они младше трех месяцев то есть три месяца чуть младше три месяца отзыв тоже селезень видно то есть скажем что он еще младше трех месяцев вот этот селезень старше трех месяцев если вам понравилось это видео ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк ну и до встречи в следующих видео а кстати если вы еще до сих пор не подписаны потому что где практически 90 процентов людей смотрят видео без подписки вы не видите все видео то есть получается что вы вырываете информацию с контекста и потом непонятно кто-то просто пропускает кто-то возмущается поэтому подпишитесь нажмите под видео кнопочку подписаться нажмите колокольчик выберите все видео будет извещение у всех видео до встречи всем пока пока